В выходной день в волонтерском пункте очередь вынужденных переселенцев. Проблем у людей, поневоле покинувших родные дома, огромное множество. Но самая сложная задача – начать с нуля жизнь на новом месте. Мы приехали из Донецкой области, город Макеевка. Здесь уже живем около года, ну чуть больше года. Трудно, как бы не с кем пообщаться просто. Мы нет друзей, не с кем поздороваться. Попасть так без жилья, без ничего. Как оно? Тяжело же, естественно. Пытаемся трудиться, да, Кирюшка? Пытаемся. Переселенцы говорят, устроиться в другом городе без жилья, работы и друзей весьма сложно. И большинству одесситов, понимая положение этих людей, помогают, чем могут. Волонтерская организация «Корпорация Монстров» уже больше года собирает и передает переселенцам гуманитарную помощь. Когда это только началось, это достаточно было бесконтрольно, потому что мы думали, что вот-вот это сейчас закончится. Месяц-два, и они все уедут. И на тот момент мы работали по три раза в неделю, и приходило 200-300 человек за раз. И каждому мы выдавали по три-четыре кулька. Несмотря на то, что поток переселенцев уменьшился, и сегодня, в день выдачи, волонтерский пункт приходит от 100 до 150 человек. Постоянную помощь оказывают мамам с маленькими детьми, сложным и многодетным семьям, а также людям с тяжелыми заболеваниями. Остальным же категориям, рассказывает волонтер, помогает в течение первых двух месяцев с момента прибытия. Этот срок мы определили для себя. Пока они оформляют свои документы, пока они переводят сюда пенсии, оформляют справки переселенцев, мы их поддерживаем. Потом они должны уходить в свободное плавание, потому что в Одессе 26 тысяч переселенцев, и это очень сложно охватить. Это капля в море, но она весома, потому что те же памперсы, то же питание, это хотя бы что-то, та же одежда, потому что в магазин зайти сейчас, купить что-то невозможно. Руководитель корпорации «Монстров» подчеркивает, самая трудная категория, которым помогает организация – это пенсионеры. У этих людей нет возможности устроиться на работу, а пенсии на приобретение дорогостоящих лекарств, которые нужны практически каждому в этом возрасте, не хватает. Помочь с медикаментами, продуктами питания и детскими принадлежностями могут все небезразличные одесситы. Волонтеры принимают помощь для переселенцев на Канатной 35 по пятницам и субботам.